Танюш, привет. Мы уже с тобой здоровались. Короче, мы на Байкале, на острове Ольхон, в твоем ашраме личном. В моем Таньяме? Таньяме. Саламе. У меня же Сава, дом Савы. Савам, да. Вот. И я это видео записываю для своего учебного закрытого канала. Я бы хотел спросить тебя вот о какой вещи. Кто из авторов книг, песен, личной встречи повлиял на твое формирование? В каком возрасте? Вообще, кто будет ярко выскакивать из души? Как тренера, как ведущего, как человека, который очень много цен ночью делает для этой вселенной? Такой вопрос вообще ничего себе, конечно. Ха-ха, я не предупреждал вначале. Нет, не предупреждал. Ну, давай начнем с того, что я выросла на творчестве Высоцкого. Мама моя его песни крутила вообще круглосуточно у нас дома. И никаких детских песен я не знала в детский сад, я не ходила, зато Высоцкого я слушала. И не факт, что я могла много чего понять мозгами, но сердцем вот этот вот объем того, сколько качается энергии, я восприняла как норму. Мне потом, кстати, было очень тяжело жить, потому что остальное искусство мне воспринимать по-прежнему тяжело, где нет вот этого энергообмена. И потом только два случая в своей жизни таких вот именно театра, например, это театр на Юго-Западе был, а потом вот сейчас вот Демчевовщина, театр Арлекиниада, где именно по вот этому критерию честной отдачи такой вот и глубиной. Поэтому, наверное, вот в Исоцке это раз. Потом уже, когда мне было лет 11, я встретилась в творчестве машины времени. Я в лагере была, там меня никто не понимал, у меня был жуткий инстанциальный кризис в подростковом возрасте, потому что мне было неинтересно. И совершенно не о чем разговаривать со сверстниками, кстати, вот у моих сыновей сейчас подобная история случается. Тут я, значит, слышу в динамиках, там в лагере был такой вот рупор, и оттуда, значит, идет песня «Костер», которую я услышала первый раз в жизни. Я помню, что там была вот эта фраза «Ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас, но в этот час стало всем теплее». И она меня прям так вот заставила задуматься и погрузиться в какую-то медитацию, и я стала думать, а почему так, а как же? То есть в этом есть какое-то противоречие, и действительно, как его разрешить? И вот это меня очень сильно увлекло, и я стала прям фанатом «Машины времени», и, соответственно, даже нашла фан-клуб, и мы там общались, и были у меня друзья оттуда. Вот, поэтому Макаревич с творчеством очень долго был для меня такой прям путеводной звездой, на самом деле. Потом, наверное, со мной случился, ну, самое главное, конечно, что со мной случился тренинг-пролог. Это вот такой был тренинг, вообще первый именно как тренинг, мощный. Наверное, это аналог «Лай Спринга», как сейчас, вот говорят. Но это был фролог, это были очень мощные учителя и тренеры, которые в меня вдохнули жизни. И был там Дима Реймона, Кирилл Никифорук, Ира Грызлова, Ира Переездова. Но больше всех у меня был такой учитель, прямо мой, который меня увидел и взял меня в раститель, в ассистент. И это Валера Севин, царственное небесное, к сожалению, его нет живых уже. И вообще он очень быстро сгорел, у него был диабет, и он прям буквально за год от него, будучи молодым, совершенно прекрасным мужчиной, умер. Но он за это время в меня, прямо как вот тогда еще не было понятия, в 93-м году не было понятия «Жесткий диск» в 92-м. Но вот сейчас вот если понять «Жесткий диск», он из одного компьютера достал и в меня переставил. Или как вот фильм, или как вот книга у Левина «Ампервей», если ты читал, там у вампиров они язык переставляли, древний. У меня было ощущение, что он со мной сделал именно это. То есть он свои какие-то знания в меня вбивал, эти психологические знания, я их не могла, точно совершенно не могла их понять все. Но было ощущение, что у меня очень много лет до сих пор разархивируется вот этот архив, и оттуда вдруг что-то вылезает, что я никогда не читала. Но я откуда-то это знаю, вот это Валера, конечно, он очень много в меня вложил, и это дар прям был Божий. Вот на этом подробнее. Каким образом происходит, что один человек, который ты видишь как учителя, вот это вот переливает, включая то, что не было озвучено? По какому каналу это происходит? Вот это один из самых главных секретов. Интересно. За счет чего? Ну вот если взять там учителей, которые в моей жизни были для меня прям учителями, и они были очень разные. Это была Валера Сирина, это была Ира Переверзева, потом это был Андрей Анатольевич Блигин, и это были ребята, которые на телефоне доверия меня учили. Эн-Энтус, и ты, и Димчок, все это делают совершенно по-разному. У кого какой канал открыт, тот через этот канал и фигачит. И на мой взгляд вопрос не в ученике, а в учителе. Это изнасилование каждый раз ученика, учителям происходит всегда, в любой традиции. И остаются ровно те, кому в это место подходит. Скажи, расскрой термин изнасилование, потому что... Извините, а ты меня остановила. Да, да, да. Я же, условно, это метафора. Вот смотри, вот есть учителя, у которого фигачат вот через ум. И он этими умными конструкциями, там, вот Андрей Анатольевич, он умный, он все там структурирует у него, там, каждый раз у меня звалый, вдохновенный, но я его очень вдохновляла. То есть я в команде была, такой вдохновитель. И он прибегал, говорит, Таня, смотри, у меня гениальная идея родилась. Раскладывает перед этим такой ватму скилистом, все исчерчено каким-то схемами. И я говорю, потрясающе, ничего не поняла. Ну, очень красиво. Он говорит, ну что же ты такой, почему же ты ничего не поняла? Таня говорит, какая тебе разница, главное, чтобы ты понял. Говорю я. Он говорит, да, я об тебя подумал и понял. Он прям так говорит, об тебя подумал. Да, и понял. Ну, и, соответственно, я к нему в ученики не подходила. Я годилась как член команды, который его вдохновляет. Но учеником лучшим его, допустим, стал Саша Герасимов, у которого такой же способ мышления квадратно-гнездовой к нему подходит. То есть у них вот этот раз пазлы совпадают. Поэтому, соответственно, они остались. Я в какой-то момент оттуда ушла. Сен-Энтус, например, она все ушла тоже через мост, ну и все время там через сердце. Но при этом так очень далеко не все, кто и НЛПР у нее учился. Например, мы приехали на тренинг тренерский. И она там все нам пыталась, какие-то такие вещи. А люди говорят, ну, понятно, а делать-то что? И ее это очень расстраивало. Потому что она хотела, чтобы мы сами вдохновились. А народ там это, пилить-то как? То есть, опять же, остаются те, кому этот способ подходит. С тобой тоже. Ты разговариваешь метафорами, ты там какие-то такие даешь притчи, ты заставляешь человека думать. Но если он пришел к тебе за земным ответом, не знаю, сколько вешать точно в граммах, разводиться мне или нет, скажи мне, что такое? То он уходит, ему кажется, что ты его изнасиловал своими знаниями ответ, так и не дал про динамику. Но есть ли люди, которым, наоборот, не устраивает вот это да, нет, направо, налево. А есть люди, которым важно, чтобы ты в них вот это пробудил, именно дал им способ думать. И тогда они в этот способ берут, и им в этом хорошо. То есть, учителя умеют учить так, как им пришло, так, как они настроены. И вот кто этот резонанс поймал, тот молодец. Кто не поймал, тот тоже молодец, но в другом месте. Вот я тоже учитель для большого количества людей. на УПИ, например, там у меня идёт. И я сразу говорю, ребята, вот вам первую ступень, я показываю, как я себя веду. Я рассказываю анекдоты, там, смехуёчки, все вот эти фахоньки. Я матерюсь, я... У меня куча всяких игр. Я специально во время первой ступени даю максимум разных активностей, чтобы люди понимали, что от меня ждать стоит, а чего нет. И я им сразу говорю, ребята, вы определитесь. Если вам это подходит, оставайтесь. Я вас научу думать на этом языке. У вас всё встроится, не переживайте. Вам кажется, что мы занимаемся ерундой? Ну, Гус Хидинг так тренировал команду Греции, они стали чемпионами Европы. И он вообще с ними не занимался футболом долгое время. Они командообразованием занимались, а потом только футболом. Говорю, вот у нас тоже там первые три ступени, у нас идут большое количество каких-то игр, процессов, за какую-нибудь шестую ступень мы успеваем там, не знаю, восемь техник пройти. Это неважно. То есть я говорю, просто доверьте мне. Если я вам не подхожу, вот идите туда, туда. Там вот есть прекрасные там тренеры, вот идите к ним, они учат совершенно иначе. К тому же Андрей Анатольевич их с удовольствием отправляет. То есть это вот вопрос найти своего учителя ту волну, как радиоволна, да? Кому-то радиошансон нравится, кому-то радиоклассик, кому-то наше радио. А кому-то релаксы фэм. А кому-то релаксы фэм, да. Ага, окей. Я здесь держу фокус внимания по-прежнему на уникальных взаимоотношениях между учителем и учеником. И вот в моей метафоре вот это взаимоотношение, вот это взаимное притяжение является, по сути, каналом. Когда тебя тянет к учителю, и учителя как-то, как ты говоришь, Плигин говорит, он подумал о тебе. От меня, да. А что называется изнасилование? Учитель иногда видит ученика, и ему кажется, что ему надо дать вот это. А у ученика такого запроса часто нет. Учительство от психотерапии отличается ровно этим. Хотя даже не от психотерапии, а от психологического консультирования. Психотерапии, все равно психотерапевты работают не столько с тем запросом, с которым человек пришел, сколько с тем запросом, который у него на самом деле. Так и учитель там смотрит, научен, как тебе надо... Вот если ты смотрел фильм, наверняка смотрел, «Мирный воин». Да. Он там его взял и повел его в гору. Они там шли и шли в эту гору, говорят, вот мы пришли, и чего? Говорят, вот, вид вокруг. Кто говорит, и что, мы ради этого шли? Говорят, да. А нафига мы такой путь-то делим? Чтоб ты это вот... Дело было в пути. Ученик говорит, ты вообще старый козел, что-то он на него там поносит, ты что-то делаешь. То же самое там, если возьмем мою любимую кунг-фу-панду, мастер-шефу, который не давал вообще бедному панде кушать. Сволочь такая. Он... Задача учителя создать некомфортные условия, чтобы человек расширил свою вот эту вот систему восприятия. И он это делает тем способом, которым умеет. Поэтому я думаю, что это в каком-то смысле изнасилование, после которого либо происходит зачатие счастливого замужества, либо, извините, ну, как бы было такое. Не получилось. Да. Потом, когда человек по-настоящему встречает своего учителя, это похоже на стишок-пирожок. Маньяк насилует Оксану четвертый раз за третий час. Оксана думает, вот суки про бывших трех своих мужей. Ко мне так приходят часто люди и говорят, что, блин, почему мы тебя не встретили там 10 лет назад? Почему мне так психологию нудно и скучно проживали? Где ты была? Ну, я говорю, вот я здесь. А кто-то вообще не может вынести мое обучение, говорит, что это похадно, там вообще неакадемично, поверхностно пошло. Я говорю, да, да, вам просто вот туда. Не ко мне. Недостаточно структурный. Куда. Это туда. За структурой туда. Слово куда я не произношу, но, в общем, я даже могу конкретные фамилии назвать куда конкретно, но мы идем людям, к которым я не подхожу. У меня есть прямо разделение рынка. Вот мы диаметрально противоположны с некоторыми фигурами. Я прямо с удовольствием некоторых людей, особенно мне не симпатичных, отправляю туда тоже. Очень важно, чтобы ученик был симпатичен учителю, потому что я же одушевляю этот материал. Если он мне не нравится, так я не буду этим заниматься. Да, да, да. И это, почему я говорю, что это учитель делает все равно с учеником. Он его оберет. А ученик может сколько угодно за учителем гоняться, если учитель не чувствует в нем какого-то потенциала, резонанса и общего какого-то потока, то это бессмысленно. Еще один провокационный вопрос. Вот смотри, вот, например, если человек, ученик тебе созвучит, и он говорит, Таня, я у тебя столько взял, и в принципе как будто бы наступает какой-то момент наполненности тобой. Ты же так наполняешься. Отлично. Скажи, пожалуйста, кому бы ты порекомендовал мне сходить еще? Для того, чтобы что? Получиться. Ну, что-то еще? Расширить. Я бы задала вопрос для того, чтобы что? Расширить кругозор, до развиться, до почувствовать, до понять. Значит, чтобы расширить кругозор, я бы порекомендовала идти, к примеру, куда-нибудь, на философский факультет МГУ, на Второе Высшее. До развиться я бы отправила к тебе, не до развитых тебе всех. Ты вырастешь общий отец, ты всех вырастешь, они у тебя будут рубить дрова, и все до развиться. Отлично. А что еще надо? До почувствовать. До почувствовать, ко мне на зеркало. Отлично. У меня все ответы есть на любой вопрос. Мама рассказывает, что со мной так было, когда мне было два года, я очень рано начала говорить, пришли гости, и она говорит, моя Таня отвечает на любой вопрос, у нее есть ответ на любой вопрос. Вообще на любой. Но у мамин старший брат был занудо, жутко, такой прям, и он пришел, говорит, на любой, значит, есть вопрос. Он всерьез это воспринимал, не понял, что я еще за двухлетнего ребенка. И сколько у нас городов-героев? Таня, то есть я, 18. Он говорит, почему? Почему? Ну, потому что так написано. Где? В книге? В какой? Я не помню. Из чего сделан воздух? Он не сделан, он есть. Я всегда, я рождилась, знаю ответы на все вопросы. Просто если ты думаешь, что меня можно на что-нибудь подловить, это не факт, что они будут в общей принятой картине мира, но это уже другой, как говорится, нюанс. Дай мне, пожалуйста, еще один вопрос. Несколько таких вот фильмов, которые в плане саморазвития, самораскрытия, да почувствовать, ну, были для тебя тем, что, ну, для тебя было как отбрегием расширением? Ну, мои два любимых фильма, это «Трасса 60», конечно же, и, конечно же, «Ослепленные желаниями», то есть это просто феерические фильмы, я их обожаю. Они на мою любимую тему про исполнение желаний, про все вот это вот. А если про какие-то другие, я не могу тут сказать, потому что на каждом этапе там что-то свое. Зима, лето, осень, безнализм, лето, осень, зима и снова утра. Будь здоров. Кинг-Кидук. Да. Вот. Потрясающий совершенно фильм, который на меня произвел колоссальное впечатление вообще от такого жанра как-то такового. Что-то так вообще может быть. Не знаю, список Шиндера. Ну, то есть, да, на очень разные темы. Как-то это... С кино тоже все очень круто. А, не знаю. Пишем. Итак, мы начали про фильмы. А я сказала, что я не могу тебе сказать, потому что на каждом этапе жизни они какие-то свои и что-то в резонансе входит. У меня принцип, который в свое время мне Оля Тишина подарила, я у нее нагло стащила, опять же, царство и небесное. Люблю все настоящее. Это может быть фильм любой страны на любую тему, но если там настоящее, что-то, что меня цепляет, заставляет меня плакать, то да. Бывают фильмы, которые меня убивают. Вот, ты знаешь, например, такие случаи, после которых меня надо выздоравливать. Я реально после нее болею, из меня выходит, и это как отравление, вот как грибов наесться ядовитых. Вот бывает такой кинопус, и которого меня надо спасать. Реально, потому что я все... у меня ощущение, что из меня пробку достали, как в ванну, и все. И то есть режиссер за счет меня что-то там такое сделал, к чему я не хочу быть причастной. Слава Богу, их очень мало в моей жизни. Я очень агрессивно по этому поводу настроена, и считаю, что такое вообще людям показывать нельзя, и хорошо, что я в детстве, культуре не работаю, я была бы страшным инквизитором. И никто бы не увидел фильм «Ни любовь» вообще никогда, в принципе, вообще. Потому что это преступление над человеком, у которого хоть чуть-чуть открыто сердце. Ну, с другой стороны, ну, как бы фильм-то правдивый. Да, поэтому это совершеннейшее преступление. Я предлагаю просто установить камеру наблюдения в трех местах, и это заменит этот фильм. Я могу сказать, где, например, в морге можно установить камеру наблюдения, в Лиза Алерт, вот где вот эти всякие потеряшки ищут, и там, где всякие вот эти принимают морды разбитые, семейные вот эти все сканалы. Зачем нам кино об этом? Ну, чтобы разбавить просто в обычной семье. Не, не надо. В обычной семье там секс есть. Нет, это хоть как-то развлекло бы людей. Хотя... Ты сама сказала, думаю, в какую сторону двинемся, и ты сказала это слово. Вот, и слава Богу, что сказала. Я задам тебе такой... в СССР секса нет. Нет, нет, есть. Мы же в Российской Федерации живем, поэтому тут уже вроде разрешение. Вот. Скажи, пожалуйста, вот, ну, то, что я замечаю, что очень многие сексуальные зажимы, комплексы, негативность по отношению к собственной сексуальности, непринятость, хочу, но нельзя, и вот эти вещи создают колоссальный внутренний дисконнект внутри человека. Так, Человек находится в внутреннем конфликте. Я где-то уже прозреваю, что пора бы мне в сексологии идти. Так сходи, там, наверное, интересно, я не была там никогда, не знаю. Там как-то тоже все очень научно и сухо, там практики нет. Если, например, я как консультант вижу, что вроде вопрос социальный, а нужно в эту область сходить. Вот, так, чтобы спросить, и я иногда так даже боюсь и робею. Может, и не надо. Отправлять специалистов, кои и есть. Ну, хочется же быть специалистом широко, против. Не знаю. Не стоит, да? Ну, как тебе сказать, я не знаю. Мне действительно кажется, что есть какие-то вещи, которым возможно стоит учиться. То есть, когда ты принимаешь решение, что ты готов в это вкладываться, либо ответы у тебя уже есть, но тогда ты называешь себя как специалистом по этому. ты как был консультантом, так и остаешься. Просто вот эти нюансы... Я действительно серьезно отношусь к вопросам обучения и образования. Особенно сейчас такое мир, что, в общем, некоторые люди, например, считают, что психологу вообще не надо учиться. Что там? Вот мне советы раздавать налево-направо никакой ответственности. Сидишь, оболишь, там такая фигня. И действительно это так может выглядеть. Так и здесь. Понимаешь, вот на мой взгляд, то, что ты говоришь, нужно знание физиологии, знание высшей нервной деятельности и еще какого-то количества медицинских, гормональных вот этих всех вещей, потому что помимо там любимого с тобой потока и всего вот этого есть тупо физиология. И она очень много иногда просто таблетки не лечатся и все. Ты упомянула про этих самых фейковых тренеров сейчас. Только ленивые не проводят семинары или вебинары какие-то. Каков твой критерий, когда например, то есть отличить ну может быть живого, может быть молодого ну как бы человека, женщину, мужчину, неважно, вот, который может вывести человека на какой-то больший уровень самоосознавания от вот этих фейковых вебинарных девочки и мальчиков. Не знаю, я задумалась и иногда выглядит очень красиво. Критерий четыре на самом деле. Первый критерий это то, что человек ну самый формальный критерий, тем не менее имеет образование. Я понимаю, что сейчас все можно как это, все можно купить, не волнуйся, все купим, но тем не менее это важно. То есть человек в это вкладывался и учился? Не просто учился и вкладывался, сидя по учебнику можно вкладываться, учиться. У него была обратная связь от сообщества, то есть он общался с людьми, они его тоже воспринимают как нормального. Я встречала одного чувака, который абсолютный шизофреник, он прочел вот этот «Человек дождя». Знаешь, вот такой фильм смотрел, вот их тоже один, кстати, знакомый, который прочел вообще все книги, которые были в библиотеке. никакого отношения к адекватному восприятию мира он не имеет вообще в принципе. Он там цитирует эти книги, но нет обратной связи-то. Ведь на самом деле вопрос там оценки это не вопрос пятерок или там двоек, это вопрос адекватности, насколько ты вообще понял, насколько ты в теме, насколько мы на одном языке говорим. Вот это первое. второе это ответственность. За что человек готов взять на себя ответственность. Насколько он вообще в вопросе контракта плавает или он готов это понять. За что отвечаю я? За что отвечаешь ты? В чем моя работа? В чем твоя? Как мы это будем делать? Это тоже очень важно. Если человек говорит, я сейчас тебе дам волшебную мантру и у тебя все пройдет навсегда, вот это жуть же просто. Ну что, да, есть куча народу, которые это считают как самое главное вообще. Вот. То есть ни один профессионал не возьмет на себя ответственность за тебя полностью за свою жизнь. Есть такой выживание, от этого человека может дальше еще гаряче об этом пел. Хоть из того, кто скажет я знаю как он. Значит, что он своей властью будет собственно делать из себя все, что считает ему нужным. У меня есть один такой знакомый архитектор, который разговаривает с человеком все делает, он делает то, что он хочет. Вообще никакого отношения к человеку не имеет. Клиент потом говорит «Ээ, ну хорошо же получилось». Но все же стоит, все работает. Чуть не knife. Так контакта нет фактически. Безувратной связи. Третий критерий – это отзывы, конечно, то есть сейчас то, что называется сарафанное радио, оно очень важно, и это не те отзывы, которые в интернете сейчас тоже продаем отзывы, а в смысле реальных людей, которых я знаю, я смотрю за их, наблюдаю за их изменениями и говорю, вот я тоже так хочу, вот откуда ты такая приехала, вот что-то так светишь, я тоже туда поеду, не важно, как это называется, мне нравится эффект, например, дай мне тоже эти таблетки, ну типа. И четвертый критерий – это, наверное, насколько человек полифункционален, какое-то странное слово сейчас попробую перевести, если у человека встроена только одна модель, единственная, например, мы такими были начинающими нейлперами, мы вообще были, у нас очень поляризованная была система, мы делили все на добро и зло, вот это правильно, вот это неправильно, вот это правильно иноупи. С точки зрения иноупи, да? Нет, ну что вот иноупи правильно, а вот там психоанализ козлы, а вот гештальтисты там, ну и так далее. Сейчас очень много развелось людей, как я их называю, агрессивные гештальтисты, которые просто нападают на всех вообще просто в социальном пространстве, в социальных сетях, все навязывают свои правила, вот вы не смеете так говорить, это типа там обесценивание, а это вы нарушаете, а это там насилие, а это вы нарушаете границы. Всем просто приходят на мою страницу и начинают мне объяснять, что я с ними не так поступаю, но это узость мышления, пока человек на одном направлении сконцентрирован, он не способен системно мыслить и, соответственно, опасен, потому что для него вот эта вот опасность, когда карта равна территории. Поэтому очень важно, чтобы человек был полифункциональным, имел хотя бы два языка описания, а лучше три, чтобы у него стереомышление мог бы по-разному посмотреть и разный инструментарий применить какой-то, понимаешь, вот так вот, я бы это так сказала, я не знаю, как это оценить на первом свидании, я не знаю, как это оценить на тексте, я могу еще одно сказать, сходите на бесплатный какой-нибудь семинар какому-нибудь гуру инфобизнеса. Ну, прочитайте. Там учат, как писать правильный продающий текст. Вот если вы видите на странице специалиста правильный продающий текст, шлите его нахер и бегите как можно дальше от него, потому что он учился в инфобизнесе, где цель заработать бабла с этих тупых клиентов. Вот и все. Поэтому вот если вы видите правильный составный текст, по правилам вас научат, марш отсюда, нечего там делать. Вот такой я мягкий, нежный психолог. Это три или четыре. Это пятый был уже. Это пятый. Отлично. Так приятно, что тебе настолько снесло крышу, что даже перестал считать. Видишь, попал в мое суровое биополе. Тань, с тобой крышу это безопасно срывает, даже очень кайфово. Просто как по аквафару по твоей мысли путешествует. Скажи, пожалуйста, еще такой момент. Спасибо, друг. Попадаешь, как по фалуфиевым трубам, короче. Пока не зачнешь. Да, да, да. Слушай. Я понимаю, что я вселенская мать, но не такой же Степан. Да такой. Представь себе, уже да такой. Ну. Слушай, еще вопрос такой. Тебе приходилось разрывать отношения с... Когда инициатива разрыва с твоей стороны? С друзьями, клиентами, может быть, учителями. В каком случае ты считаешь, что это достаточное основание для разрыва? Когда ты просто банишь, закрываешь и больше не взаимодействуешь? Ну, например. Вот. У меня там был человек не очень мне близкий. Но, тем не менее, это коллега. Мы вот общались там по каким-то темам. Вдруг коллега в приступе какого-то абсолютизма пишет. А-а-а! Ройтман фашист! Все, кто вообще тут на моей странице, значит, все, кто за Ройтманом могут хоть слово сказать. Это тоже наш коллега Александр Ройтман-Психолог. Да, наверное. Который последователь Алексеевичка и вот того, что ты любишь. Вот кто тут вообще мне хоть слово скажет, что Ройтман вообще хоть какой-то специалист. Вообще, вы вообще со мной не разговариваете. Вообще все удалитесь. Я сказала, хорошо, и удалилась. Ну, то есть, потому что... По двум причинам. Во-первых, потому что я за Ройтмана. Во-вторых, если человек опять делит мир на белые и черные и не оставляет мне выбора, мне нечего делать в этой реальности. Хотя человек был интересный. Но такие выборы я не люблю. Вот. Это как старая такая шутка мужская. Если ты спросишь у меня, если ты мне скажешь, выбирай между пивом и мной, я выберу пиво. Ну, потому что... Вот. Был, например, случай, когда... Когда одна... Я сказала, знать тебя не хочу. Не было такого... От Плигина я тогда уходила совершенно осознанно. Мы оставались в хороших отношениях. Долго. Мы сейчас в хороших отношениях. Просто мы... Ну, как такие две планеты. Сейчас у нас довольно далеко мы друг от друга. Но, возможно, вот бывает же, когда там они сходятся какими-то орбитами. Если нас ведет какой-нибудь совместный проект, я думаю, нам опять будет хорошо. То есть... Ну, как-то так... В общем, мы не ссоримся, не ссоримся. А есть те, с кем я изначально... Ну, не сходилась. Так что там... Уходить не надо. Ну, класс. Угу. 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 Почему я, на самом деле, этот вопрос лично тебе еще не задавал? И это сейчас мой личный интерес. Работает. Я переживаю. Я думаю, что это... Волосишь. Мне хочется закрыться. Что такое? Что такое? Нет, позволь поближе. Почему, вот, как бы, стоит, например, на твою программу зеркало сходить? Да не надо кому-нам и не на кому-нам. Надо на кому-нам зеркало сходить. Нет, нет, нет. Не рекламируй, не забывай. Нет, я не при рекламировании. Я про то, что ты там даешь. Это просто больше не про тебя, а не про то, что ты там встроенную рекламу. Понимаешь, вот, мне всегда почему сложно? Потому что народ выходит в зеркало в эйфории и начинает всех зазывать туда. Но это очень большая работа. Непростая. Сильно непростая. Иногда там бывает для участников и для тренеров. Иногда там бывает прям тяжело. И поэтому я всегда сторонник, чтобы человек сам нашел информацию, сам ее поисследовал, сам принял решение, что он вообще такие вложения сделать готов. Потому что там очень много вложений в себя же. Да, да, да. Но там точно нет никакой пощады после того, чтобы отмазаться там. Я потом прочитаю. Дома там нечего читать. Это телесный тренинг, который через взаимодействие, через тело, это внутренние свои стратегии, которые позволяют как в зеркале увидеть и изменить. Соответственно, если ты в зеркале видишь, что у тебя тут что-то поменял и вроде вот теперь хорошо. И поэтому многие люди даже по нескольку раз доходят и потом два года прошут. Много телесного взаимодействия, во-первых, и все через тело происходит. В теле куча программ на подкорке записано, которые люди не осознают, а они работают. То есть вот ты вот сегодня на телефон свой ругался, что он там ведет себя каким-то определенным образом, не так, как ты бы от него хотел. Так ты себе не представишь, сколько такого глюков происходит у людей во взаимодействии. Почему, например, этот анекдот работает, да, как психоаналитик к один другому? Жалуется со мной, говорит, произошла сегодня прямо оговорка по Фрейду. Шел, купил цветов, шел к жене, вот отрепетировал речь, что она мне дверь откроет и скажет, дорогая, ты думаешь, я забыл про годовщину нашего знакомства, а я не забыл. Она у меня открывает дверь, я вот так беру букет и говорю, суп, это мне всю жизнь испортило. Чистая оговорка по Фрейду – нет, нечистая. Что-то явно произошло на том языке, который сознанию был недоступен. И он есть. И вот мы как раз на зеркале этот язык изучаем очень активно. И это язык территории, это язык иерархии, это язык… Вот почему, например, женщины, например, очень часто злятся, когда мужчина говорит, дорогая, хочешь мы куда-нибудь съездим на выходные? Она говорит, хочу. Он говорит, а куда? Нормальный же вопрос. Ну да. Почему это вызывает такой… почему? А вот потому что есть… есть нюансы, которые словами объяснить сложно. Потому что он ее в этот момент делает старшего иерархией себя и ответственной за это. Так она говорит, я бы сама в этом жила, если бы хотела. Она тоже проявила инициативу. Так в чем проблема подальше? Он говорит, ну так если бы я… я когда что-нибудь предлагаю, ты уже каждый раз говоришь, что я все не так предлагаю? Ну и пошла битва янская так называемая. И вот из этого состоит огромный капш. Про совещание я вообще молчу. Это вообще сплошной зоопарк, зоопсихология. Совещание? Совещание производственное, любое. Все приходят с идеей решить задачу, а занимаются русскими народными танцами. Кто лучше знает и по чьим правилам будет играть. Никакого отношения к решению задачи не имеет. И как раз на тренинге «Зеркало» это очень видно. И видно без слов. И мы там понятия не имеем, кто есть кто. Мы не знаем, кто там директор, кто служащий банка, кто домохозяйка. Там все останется на свои места. Там видно совершенно, что хрупкая маленькая девочка может быть с вот таким вот потенциалом лидерским. И это всем очевидно. И наоборот дядька, который надувает щеки, говорит «Я директор, я директор». Его никто ни в грош не ставит. Он говорит «И подчиненные мои так же! Вот почему они меня не слушают? Да потому что чмоты, вот и все. Пока ты внутри». Ну это вот, понимаешь, это очень понятно на уровне упражнений становится. Это бессмысленно сейчас обсуждать. А вот так, как вы сейчас реагируете, я и говорю, тренинг сложный. Какие-то вещи о себе принять очень трудные, даже невозможно. Поэтому люди там через два-три года еще раз возвращаются и говорят «Я вдруг понял, о чем это было. Хочу проверить свою загадку». А вот у нас тут будет послезавтра почти уже начало. и здесь вот в этом нашем куполе, в этом зале начнется тренинг. Чего? Все нормально пишется? Отлично. Ну вот. Ну, в завершении. Спасибо. Большое спасибо, да. Мне нужно уже, давай заканчиваем. Учащимся нашей группы. Учащимся. Вот там, да. Чего-то вот. Поехали с нами в Питер на тренинг кофе-лате. Поехали с нами с Левмением в Питер на тренинг кофе-лате. Или в Москве в первые выходные июня. Мы вообще, когда вместе, мы та еще парочка. Вы не представляете себе, какой нежный, милый, женственный я становлюсь в его присутствии. Когда он главный, когда он все ведет. Я такая просто… Я прям сама любовь. Я умею, да. Это трудно себе представить, но я действительно сама любовь. Вы не представляете, как прекрасно быть мужчиной при такой женщине? Или женщиной при таком мужчине? Мы действительно на каком-то ведическом, каком астрологическом уровне. Ольхонском в смысле. Нет, Ольхонском меня отпугает. Слово ведическое меня напугало. Да. Он очень вообще класс. Поэтому я благодарю тебя, Танюш, просто за то, что ты в моей жизни. Спасибо.